На данном примере показано, почему мы должны лечить кариес молочных зубов. В данной ситуации мы видим огромную кариозную полость, разрушающую два зуба, и создающую пространство. Молочные и коренные зубы перемещаются в пространство. Теперь осталось меньше свободного места для прорезывания следующих постоянных зубов. И как следствие зубы могут стать кривыми или ретинированными. На данном примере показаны последствия ранней потери молочного зуба. Здесь мы видим серьезное разрушение второго молочного моляра и его последующее удаление. Если оставить данную проблему без внимания, то постоянный моляр переместится вперед, тем самым формируя потерю пространства. Теперь, когда последний молочный зуб выпал и прорезываются постоянные зубы, то им не хватает места в зубной дуге, поэтому последний из прорезающихся зубов становится ретинированным. На данном примере показано, как важно провести раннюю ортодонтическую диагностику. Здесь мы видим тяжелый случай скученного положения зубов, который может быть определен при помощи рентгена. Происходит обширная потеря пространства. Зная о том, что зубы не смогут прорезаться в правильном положении, мы можем удалить молочные зубы в определенное время, соблюдая последовательность их прорезывания, чтобы постоянные зубы могли прорезаться правильно. Затем мы удаляем постоянный зуб. Это позволит создать пространство и даст возможность постоянным зубам прорезываться нормально. При помощи данной процедуры можно избежать дорогостоящего лечения, как, например, установка брекетов. На данном примере показано, как привычка у детей сосать большой палец может привести к серьезным ортодонтическим проблемам. Большой палец действует как устройство, которое перемещает зубы. Передние зубы удаляются друг от друга, а задние зубы чрезмерно прорезываются, что еще больше ухудшает проблему. Чем дольше ребенок продолжает сосать палец, тем серьезнее может быть проблема. Сравните нормальное прорезывание и прорезывание при сосании большого пальца. На данном примере показано, как мы можем установить устройство для отучения от привычки сосать большой палец. Устройство имеет проволочную дугу в небной зоне, которая делает сосание большого пальца неудобным. На данном примере показано, как мы можем предотвратить перемещение зубов вперед в пространство, созданное ранней потерей молочного зуба. Здесь мы видим, как кариозный процесс может разрушить молочный зуб, после чего его необходимо будет удалить. Для предотвращения перемещений и проблем с тесным расположением зубов, на постоянный моляр можно зафиксировать устройство для сохранения промежуточного пространства. Оно предотвращает перемещение коренного моляра и позволяет остальным зубам прорезаться в зубной дуге без смещения.